Что является конечным и что является бесконечным. Когда мы говорим «конечное», мы имеем в виду всю систему чисел. В математике никто не знает, какое число является последним. И поскольку мы этого не знаем, мы начали говорить о бесконечности. Конечный — это значит, что мы можем посчитать. То, что мы посчитать не можем, для этого мы можем создать калькуляторы. Для того, что нельзя посчитать на калькуляторе, мы можем создать компьютер. Для того, что не сможет сосчитать компьютер, человечество придумает суперкомпьютер. Но это не значит, что числа на этом заканчиваются. Числовой ряд продолжается. Даже если создать сверхсуперкомпьютер, все равно невозможно сосчитать до конца. Числовой ряд будет продолжаться и продолжаться. Поэтому мы пришли к тому, что существует нечто под названием бесконечность. По большому счету, мы говорим о чем-то, что находится за гранью нашего понимания. Под бесконечностью мы не имеем в виду какое-то абсолютное число. Мы просто обозначаем нечто, что не можем понять. Это мы и называем бесконечностью. Бесконечность — это не какое-то огромное число. Это не число вовсе. Это нечто за пределами числовой системы. Даже ноль не входит в систему чисел. Но мы начали использовать ноль, потому что мы не могли выйти за пределы наших десяти пальцев. Так что мы начали его использовать. Знаете, как считали в Древнем Риме? Какая жалкая математика у них была. Не знаете? Римскую числовую систему. Пока досчитаешь до 200, уже можно с ума сойти. Так что индийцы изобрели другую систему, потому что если использовать числа, это ни к чему не приведет. Вы применяете нечто, что не принадлежит к системе чисел, чтобы ее дополнить. Вот что такое ноль. Нет. Это не фанаты математики. Это индийцы. Патриотизм сейчас на подъеме. Итак, бесконечность. Мы думали, что же можно сделать с бесконечностью. Затем индийские йоги нашли способ. Они просто держали руку вот так, когда их восприятие и переживание становилось безграничным. Они проверили и обнаружили, что их энергии двигаются вот так. То есть, когда бы они не становились безграничными, их энергетическая система начинала двигаться по такому шаблону. Поэтому они начали использовать этот символ для обозначения чего-то неисчислимого или того, что выходит за пределы численной системы. Сегодня мы используем это как символ для обозначения бесконечности или бесконечной природы. Это же относится и к ураборосу, змею, который скручивается и кусает себя за хвост, превращаясь в символ бесконечности. Почему это имеет такое значение? Потому что это проявляется в нашем собственном опыте, в нашей энергии. Когда мы становимся безграничными, наша энергия начинает двигаться по такой траектории. Иначе наша энергия двигается вот так, по спирали. В йогической системе или в этой культуре спираль называют сансара. Спираль — это бесконечный процесс, который продолжается и продолжается. и по своей природе это круговая фигура. А это значит, что она находится под контролем в некоторой степени. В рамках этой контролируемой сферы это происходит бесконечно. И люди ожидают, что вы будете именно такими. Они не против, если вы будете бегать неподалеку, пока не начнете убегать слишком далеко. В поисках истины вы хотите идти прямо. Нет. Ваша сансара, ваша жена не даст вам этого сделать. Вот почему, если вы курите, выпиваете и даже гуляете налево, она не будет против. Но как только вы заявляете, я иду к гуру, вы встретите самое сильное сопротивление, потому что они знают, что сейчас вы начнете идти прямо. Со спиралью покончено, потому что даже если вы отойдете в сторону, вы все равно вернетесь. Но как только вы начинаете идти вот так, все, вы потеряны для них. Но духовный процесс не означает, что вы должны сбежать куда-то, потому что качество вашей жизни не определяет место, которое вы выбираете для жизни. будете ли вы жить дома или во шраме, и там, и там вы можете найти освобождение или запутаться. Так что все определяет не место вашего нахождения, а движение вашей внутренней энергии, по какой траектории она движется, по спирали или сворачивается в такую петлю, которая движется к своей бесконечной природе. Если вы будете держать открытыми двери этого жизненного процесса, тогда энергия естественным образом будет двигаться, потому что бесконечные возможности широко открыты. Вся жизнь, что есть во Вселенной, будет вам доступна. Как только вы направите свои энергии по траектории бесконечности, жизнь станет иной, совершенно иной. Мы покажем знак бесконечности. Этот символ бесконечности — это не просто выдуманный людьми символ. Это происходит на самом деле. Не нужно прикладывать руки к головам других людей, потому что кто знает. Может быть, вы инкарнация демона Басмасуры. Не стоит это пробовать. Я не скажу, где именно это можно проверить. Но если подержать руку над головой человека, когда он в определенном состоянии, если вы подержите там руку, вы почувствуете, что энергия двигается таким образом. Я не скажу вам, где точно, чтобы вы не экспериментировали и не пробовали это на каждом встречном. то есть это не что-то, что мы выдумали. Это естественная последовательность, в которой начинает течь энергия, когда ограниченное измерение жизни соприкасается с бесконечной природой существования. Энергетическая система, которая по-прежнему должна оставаться ограниченной, чтобы позволять функционировать этому телу, она начинает двигаться по такой петле. Если это станет безграничным, то индивидуальной жизни уже не будет. Она просто перестанет существовать. Она находится в границах тела, но при этом соприкасается с безграничным измерением. И эта ограниченная энергия начинает двигаться по такой траектории. Вот как мы пришли к символу бесконечности. Ноль и символ бесконечности сделаны в Индии. Потому что только такой человек, который испытывает глубокие медитативные состояния, может прийти к концепции числа, которые являются ничем. Ноль — это ничто. Бесконечность тоже в своем роде ничто. Для того, чтобы додуматься до системы чисел, которая не вписывается в обычную логику, для этого надо быть очень медитативным человеком. Иначе это невозможно. Сейчас мы покажем знак бесконечности с маленькой белой точкой на нем. И эта точка будет медленно двигаться по линии знака. Двигаться по изображению символа бесконечности. Полный цикл займет четыре с половиной минуты. Я попрошу вас мысленно и визуально, а также по возможности, чтобы вы вложили эмоции в эту точку. Потому что большинство из вас могут сосредоточить свой ум на чем-либо, только если вы эмоционально вовлечены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сконцентрируйте внимание, визуальное внимание, умственное и эмоциональное внимание. Полностью сконцентрируйте внимание на белой точке. Глаза открыты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует... Не открывайте глаза и просто сидите неподвижно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...